Но любовь, судьбу, удачу и карьеру. Святочное время с рождественского сочельника вплоть до крещения у славян считалось особым периодом. В это время было принято гадать. Две недели святок – самое благоприятное время, чтобы построить планы и заглянуть в будущее. Считается, что именно в этот период все заветные мечты и желания сбываются. Однако обряды на святке считаются греховными, поэтому церковь их не одобряет. Церковь, конечно, относится к этому очень негативно, потому что гадания – это есть пережиток нашего языческого прошлого славянского. Но, тем не менее, они совершаются, что не есть хорошо. Потому что на самом деле никакие гадания не дают той правды, которую человек хочет в них увидеть. На святке женщины гадают чаще мужчин. Причем почти треть из них утверждают, что их предсказания действительно сбывались. В то же время большая часть предпочитает воздержаться от гаданий. Я не верю в гадания и никогда не гадала. Точнее, знаю, что существует магия, но человеку нежелательно заниматься этой магией, потому что она отнимает силу внимания человека, которая дана на что-то большее. Не приходилось никогда гадать. Я не гадаю, но верю. Наверное, я чего-то боюсь. Вдруг что-то страшное. Ну и, наверное, не хочу знать о том, что будет. Еще одной забавой на Руси в святочное время считались калятки. Люди собирались в компании, ходили по центральным городским улицам или в гости и поздравляли с Рождеством. Исполняли обрядовые песни, танцевали и веселились. Считалось, что в святке на землю опускается вся нечисть. И поэтому людям не запрещали озоровать и пакостить, а наоборот, это поощряли. Считалось, что чем веселее ты проведешь этот период, тем удачливее будет наступивший год. Кроме песен и плясок, принято показывать сценки с мифическими персонажами и глубоким смыслом на вечную тему добра и зла. Веселье – это не праздное времяпрепровождение. К этому так не относились. К этому относились как к необходимому элементу жизни. В жизни есть время для работы, а есть время для веселья. От традиций отходить не стали и сегодня. По Ленинградской прошлись ряженые с песнями и частушками. От них не отставали и горожане. Мы заранее пришли, чтобы повеселиться. Разве можно пропустить такое мероприятие замечательное? Настроение такое сразу повышается. Прям просто замечательно. Забываешь про все плохое и только хорошее, только хорошее. Праздник удался, готовы веселиться. Самара веселая, погода хорошая, все прекрасно. Народные гуляния стали для Самары традиционными. Каждый год горожане ждут их с нетерпением. Святки пройдут до 19 января. Раньше календовать начинали в ночь на Рождество, 6 января. А заканчивали только к крещению. Выбирали несколько дней в этот период для калядок. А остальные дни по вечерам молодые люди выражили. Сейчас же календовать принято в ближайшее время к Рождеству Христову. Мария Левина, Мария Лучан, Николай Сидоров, Василий Калдашов. События.